Бешеная табуретка, брелок от Белаза или просто авоська? Как только не называли в народе эту модель отечественного автопрома. И кто бы мог подумать, что конструктор из Соликамска возьмет, да превратит малютку АКУ в гусеничного монстра. Теперь, когда эта моща выкатывается из гаража и начинает на скорости выписывать пируэты, прохожие сворачивают шеи, глядя на это чудо. А вот преобразил до неузнаваемости малютку АКУ, надо сказать, простой и скромный пенсионер-самоделкин. Вот такое увлечение взять то, что валяется под ногами на авторазборках и создать настоящий шедевр. Судите сами, полтора года жизни ушло на то, чтобы выкатить это чудо на улице Соликамских дорог. Самое муторное, говорит Виктор Иванович, было сварить вот эти траки для гусениц. Каждую из них он вручную вырезал в гараже из листа стали. Кропотливо, с точностью до миллиметра. Всего 160 штук. Гусеницы делали трак, каждый трак. Два килограмма 600 грамм каждый трак. Денег удавалось сделать только всего два штуки. Вот я целый год делал две гусеницы. Донорами для этого гусеничного мутанта стали минимум пять автомобилей. Двигатель, коробка и мост от Нивы. Специально для этих целей Виктор Сенников покупал списанную машину. 70 лошадей, максимальная скорость 55. Бензобак от восьмерки на 40 литров. Вместо барабанных тормозов дисковые фары от девятки, решетка от тройки, а задние фонарики от аки. Рычаги, опорные рычаги. Вот они. Взяты от, вот как наши, вот восьмерка, девятка, десятка. Взята просто разрезана задняя подвеска, взят один рычаг. Колеса тоже стандартные, разрезаны, железка поставлена. Амортизаторы от классики стоят. В целом получилось полторы тонны. Здесь только каждая гусеница весит по 300 килограммов. А внутри салона, надо сказать, просторно, хоть кровать стать. Кузов от аки Виктор Сенников удлинил на 40 сантиметров. В будущем, кстати, когда у машины сделают герметичное дно, она сможет плавать. Кузов атаки, сиденья атаки, пол собственный. Ну, естественно, все это отопление атаки, панель приборов атаки. О пятой точке наш Самоделкин тоже позаботился. Мягкие сиденья, амортизаторы и пружины. А вот руль, ну к чему на таком автомобиле баранка, подумал Виктор Сенников и поставил рычаги, как в танке. Ну, для управления вот два рычага. Левый поворот, правый поворот. Ну, если хотите, можно показать немножко. Вот я зажал фрикцион. А, передачу не включил. И поехал. Видите, он пошел направо. А впереди у монстра еще и лопата. Съемная. Летом по болотам можно и без нее. Всю зиму эта махина вертелась покруче любого трактора. Чистила снег на территории автошколы. Самодельный ковс, сделанный из железа. Это лебедка, купленная в магазине лебедка. Сама вот эта. Она только ручная. Это от вентилятора, который отопителя. Это велосипедные звездочки. Потому что нам надо было быстрее. Что было, то и пригодилось. Конечно, на своем автомобиле Виктор Сенников далеко не выезжал. И пока что бороздит только просторы бездорожья. Переживает за уши остальных участников движения. Двигаясь по асфальту, его ока угрожающе гремит. Я на таком еще никогда не ездила. Да, наступайте на гусеницу. На гусеницу можно, да? Конечно. Я же наступаю на гусеницу. Это было здорово. Это было круто. Но что же дальше? Спрашиваем у Соликамского Кулибина. Учет в ГИБДД, покраска, путешествие в тайгу – ни то, ни другое. Виктор Сенников собирается отдать этого гусеничного мутанта сыновьям. А ему, говорит, уже неинтересно. Вы знаете, вот она поехала, и интерес попал. Пока она упиралась, был интерес. А как она согласилась подчиняться, интерес пропал. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новость с Верхниками.